Это щитовые дома. В полкирпича они обложены. Если бы не кирпич, там вообще бы продувало. Там внутри стекловата. Она вся гниет. Запах плесени дома невыносим. Все гниет. У нас 50% населения с бронхиальной астмой. Нет воды, канализации и газа уже 30 лет. Жилье считалось временным для строителей моста. Объект достроили, а так называемые «времянки» стали постоянками. Где о комфорте и современных удобствах жителям приходится только мечтать. Кирпич отходит уже. У меня фундамент садится. Она может полететь в любой момент. Мне все предупреждают, что может вылететь все. Состояние домов ухудшается с каждым годом. Они разрушаются. При этом за коммунальные услуги жильцы платят по 8 тысяч рублей зимой. И в буквальном смысле дома трещат по швам. В неудобствах живут и инвалиды, и семьи с маленькими детьми. При этом зимой в домах холодно. Воды в трубах нет по 7 месяцев. Трещины в тонких стенах латают и пропенивают. Безрезультатно. Много лет жители поселка обращались к местным властям. Те отмахивались. В 2016 году, по словам жителей, власти обещали до 20-го их расселить. Но слова не сдержали. Не признан аварийным и подлежащим сносу в связи с отдаленностью от оползневой зоны. Это оползневая зона. Зачем нам оползневая зона, если мы аварийные, если мы падаем? В агентстве строительно-жилищного надзора заявок на обследование домов по улице Любови Шевцовой, переулку комиссары Иванова и Каравка не поступало. Заключений экспертов тоже никаких нет. Без этого заключения у комиссии не будет оснований рассмотреть наше заключение и принять какие-то меры, включить этот дом и граждан в программу переселения. Собственникам необходимо обратиться в администрацию города Ульяновска, чтобы рассмотреть вопрос о признании данных домов аварийными. На сегодняшний день данные дома аварийными, подлежащими сносу, не признаны. Все в руках самих собственников. Но пока ведутся процедуры, экспертизы, время берет свое. Уничтожает комфорт, превращая жизнь в выживание. Условия, как в глубинке, которая находится в городе. Маргарита Матюшинская, Константин Никитин, репортер 73.